итак всем привет в общем сегодня у нас сюрприз я сейчас посмотрю как оно там пишет это гоупро подвешенная на собственном проводе к лампе которая светит у нас на вот это дело итак как он тяжелый HOTOS VARTOK TRUSTMASTER настоящая штука реплика управления контроллов А10 слышите вон губет весит она я ее взвешил девять с половиной или девять семьсот вот и мы с вами будем распаковывать сейчас я еще раз проконтролирую чтобы то что я распаковываю вы видели вот сегодня мне его доставили amazon отработал на ура тут еще вот с боков такие штуки я вчера заказал сегодня мне его уже доставили опа открываем смотрим значит одна и вторая часть как-то их надо вынуть я даже не знаю как с их весом так чтобы не порвать наверное вот за эти штуки вынимать у нее уже страшно так одну я вынимаю и такую же вот тяжелее часть вторая так коробку ставим одну сюда вторую вот сюда я еще раз проверю видите ли вы все это делаю или нет я сам не особо вижу ну вроде видите вот сейчас уберу коробочки чтобы не мешали ну начнем значит вот я не знаю с какой стороны не нужно стоять наверное возможно вот так судя по открыванию значит сразу сбоку толстый список бумажек который вверх ногами здесь здесь сложен software information короче какая-то графика наверно и киевская это его мануал на русском португальском испанском итальянском ниндерланды deutsch french english все в общем практически одинаково но он что есть на русском обращаем внимание так сбоку больше ничего нету очень туго он идет в коробке я вот уже коробки надорвал и как его выдать пока у меня значит все таки на бок наверно надо его и снимать так еще скидываем со стола это что это сам джойстик он реально тяжеленный он реально металлический слышите как гремит металл вот я распаковываю это все болты шурупы значит не на надо этот клеить или нет но это реально алюминий здесь с видеорский порт вот он весь холодный в руке он лежит достаточно достаточно мне бы хотелось чтобы чуть чуть меньше то ли я маленький вот кнопки тугенькие очень очень тугенькие что есть очень классно на самом деле я всех еще не помню не знаю вот мы будем смотреть как ладно расположили это и подставка вот подставка создает основной вес значит подставка где она тут открыта вот пакеты снимаем здесь внутри сви детский провод здесь естественно обычная юсбишечка вот это вот железная подставка я еще раз проконтролирую видите что пока сюда отлично это железная подставка сдвинуть руками практически невозможно очень тугие пружины очень вот это вот перед здесь сразу на сверлены отверстия для того чтобы можно было его привинчивать или отвинтить от подставки вот эту балабуху можно навинтить на другие какие-то детали если у вас там стол какой-то с уровня я тоже вот ставится он на стол достаточно жестко давайте попробуем его свинтить сейчас нет стоять не так вот так для этого здесь были желтые эти штуки так я вот не уверен что я сейчас а вот теперь я попал аккуратно когда свинчиваете попадите чтобы не зажать не повредить завинчиваем много до конца вот слушайте обалденно вот эта часть вроде бы как до железная вот тут шов тоже это пластиковая прокладочка он двигается отлично и очень мягко очень плавно при этом возвращается в центральное положение не знаю также это на настоящем самолете или нет но вот когда его собрал вот в руке он лежит теперь круто на самом деле ощущение очень очень и очень так сдвигаем его сторону разбираем руд рус собрали разбираем руд так но здесь ничего такого нет сразу кладем на бачок и стягиваем а не так то и просто зараза но он тоже тяжелый тоже тяжелый вот вот он красавчик надо запомнить что руды сдвинуты в разные стороны если складывать в коробку ключик для него есть я не знаю ключик для чего-то черный вороненый ключ и слушайте подставка тяжелая в руках тяжело держать вот подставка не подставка весь руд значит сейчас мы аккуратненько снимем значит ох какой он тяжеленный слушайте он на самом деле тяжелее чем рус вот значит сдвинули мы вот они сдвигаются с мертвой точки очень плавный ход это мрв это флэпс флэпс такой немножко ёрзающая такая кнопочка немножко болтается но в принципе ничего переключатели очень аутентичные автопайлот класс значит сдвинем сейчас сюда русы бегают очень очень быстро живо причем этот живее чем вот левый медленнее правый быстрее скорее всего это регулируется тут как-то надо посмотреть их можно между собой связать насколько я помню чтобы они двигались всегда вместе здесь переключатель немножко не так люфтят вертикальной плоскости значит с этой стороны у нас господи как и перевернуть тяжелый такой здесь у нас снизу тоже а вот вот замыкатель вот и тогда нет и до конца вот вот замыкатель теперь они будут вместе двигаться рука на них лежит достаточно удобно они еще поднимаются вверх вот так их можно опустить видите до конца вперед они не идут здесь вы должны дать вверх и сдвинуть вот слышали щелчок и теперь это рабочий ход основной это айдол это full throttle здесь есть еще офф если видно сейчас поднесу поближе то есть есть вот макс айдол и офф то есть вот это айдол а вот это офф вот в общем стоп офф точнее вот он здесь я их уже подключил видно нет вот да горит я передвинул просто камеру потому что не видно было с той позиции ничего я промахнулся действительно по визуальному значит продолжим а вот есть то есть у нас офф положение мы его поднимаем вверх снимаем еще так вот сбоку его вот то есть вот вот щелчок пошел и теперь вот все есть то есть принципе основные кнопки здесь горят я уже его сразу подключил наверно не очень хорошо на камере видно я вообще попробую отключить вот и тогда сразу все надписи становятся нормальными видимыми до камеры вот значит как я уже сказал friction control до 10 оборотов позволяет усилить нагрузку на рут так что они все нормально значит все переключатели angel филу флоу норма и овердрайв давайте в норму вернем дальше engine start ignition вот они включаются и назад отскакивают мотор постоянный то есть такие странные по у старт вперед назад дальше у нас посадочные сирены выключить сбросить хорн автопилот по пути по высоте направлению по высоте engage disengage кнопка радар альтиметр включить нормальный дист я не помню что и ок выключена включена не помню что что за система дальше здесь у нас закрылки маневр up маневр down на маневр взлет на а понятно убрали вот это еще надо сейчас посмотреть что это я не помню что за команда давайте сейчас заглянем в мануал вот мануал обо всех командах нам рассказывает час вот что это написано throttle friction control не совсем не знаю что это ну да ладно throttle friction возможно это это не непонятно потому что здесь есть центральное положение ну да бог с ним вот вот такая вот конструкция значит вот здесь есть две пластины не знаю видно или нет вот палец между двумя пластинами у вот здесь пластина 1 и они вот сюда вот заходят друг по дружку соответственно можно вот так вот поставить и получается такая вот безграничная железная радость еще так сверху сниму было видно вот под всякими ракурсами будем смотреть пробовать как она на самом деле летается но ощущение пока сейчас обалденные вот то есть но очень очень круто то есть все эти кнопки все это вообще бомбезно вот так что всем спасибо что смотрели этот обзор с вами был game dragon и hotos war talk от трасс мастера все 10 килограмм беспробудной железная радость будем то есть всем пока пока